Мы с вами сегодня снова виртуально путешествуем по нашей районной, когда-то она теперь уже не наша столица, мы теперь сами по себе, но когда-то нашей районной столице, а когда-то центру огромного Богородского уезда, по городу Богородску, Надинску теперь. Мы с вами ходили по центру немножко, потом были в Истомке, Нидоможирове, как бы в гостях у Шибаевых, говорили о Еладиных, такой, может быть, самой даже знаменитой, собственно, городской, так сказать, фамилии. А сегодня разговор об их родственниках, потому что в самом, так сказать, городе все были, как бы, переплетены родственными узами, и Еладины, и Куприяновы, да, и Мироновы, значит, они все в родстве, вы увидите, буду говорить о Куприяновах, а оказывается, они все по женской линии Мироновы, а потом Мироновы их, так сказать, кинут, как это принято у предпринимателей, так сказать. Значит, Куприяновам придется выбираться из очень неприятной ситуации, но об этом у нас разговор впереди. Сегодня мы поговорим о храме Тихвинской иконы Божьей Матери, одной из самых знаменитых, так сказать, икон, соответственно, в середине XIX века, и в Надинске, в Богородске тогда, купечество местное, ну, те же, так сказать, Куприяновы, те же Шилаевы. Помните Шилаевский разъезд, да, в Надинске, те же Еладины скинулись, так сказать, дали деньги и построили, и построили этот храм. Ну, вот о нем будет у нас тоже речь сегодня, а сейчас, это что же, началось, да? А вот началось уже, да. Значит, вот об этом храме мы и поговорим для начала, потом будет разговор уже о другом, тоже, так сказать, но не о храме, а о человеке, если хотите, храме, о Боевании Кронштадтском. Оказывается, он тоже к нам, но не к нам, так к Богородскому, к Богородскому, так сказать, уезду, и к людям его имеет близкое отношение. Причем то, о чем буду рассказывать, никто пока не знает, даже корреспондент Надинского радио, который здесь, так сказать, присутствует. Вот я об этом и боюсь, так сказать, расскажу, а она пустит на весь. Тут в Черноголовке у нас только осталось, а теперь и весь Надинск, наверное, будет знать. И вся Московская область узнает. И вся Московская область. Ну, это и Андронштадтский, это не шутка, да. Так вот, ну что, основательница города, как считается, помните, это колонна рядом с музеем, да? Наверху у нас золотая, так сказать, царица, не пожалели на нее, не знаю, только там золото настоящее или что. Настоящее золото, да? Нет, конечно. Нет, конечно, говорит, что нет настоящего золото, вот, на Екатерине, да. Но номинально, действительно, указ подписан, так сказать, ею, значит, фактически она в какой-то мере основатель города. Значит, мы говорили, по-моему, на, не так же просто, на первом, на первой, так сказать, лекции, на первой беседе о знаменитых людях, связанных с, связанных с Надинским, с Богородском, что там довольно много революционеров, да, так сказать, разных. Ну, вот они, революционеры все здесь, и сам, так сказать, Надинск, сам Надин, так сказать, Виктор Павлович. Ну, я вам говорю, что не последний и не худший человек из этого, так сказать, когорта. Железняк и так далее. И вот этот товарищ, этот товарищ, видите, серьезный, на чекиста похож. Первый редактор газеты «Известий». Не, ну, следующий, пожалуйста, кадр. Значит, Скворцов Степанов детство провел в Богородске. У него, так сказать, родственница, родственница служила как раз вот в этой самой Тихвинской церкви. И жили они где-то, тоже, так сказать, при церкви. То есть, вот такая революционная заставка к рассказу о Тихвинской церкви. Что человек, первый редактор газеты «Известия», «Известия» Совета депутатов, там, рабочих, каких-то там трудящихся депутатов, да, значит, он тоже имеет отношение к тому храму, о котором будем сейчас говорить. Ну и вернемся к Пимену, к России гордости Богородска, нашему, так сказать, патриарху. Некоторого даже называют последним русским, так сказать, патриархом. Значит, мы раньше здесь где-то около него, как бы опять-таки виртуально крутились. Значит, ходили то влево, так сказать, то вправо. Вот мост, по которому мы приезжаем, да, приезжаем в город. Сейчас вот здание, принадлежавшее раньше, так сказать, Еладиным. Здесь бывшая, так сказать, богодельня в патегонале. Мы пойдем по улице рабочей, если едем еще на головке, влево. Нет, следующий. Идем влево. Мы уже об этом, так сказать, говорили. Там бывшие Еладинские фабрики, да, которые теперь уже, так сказать, не фабрики. Значит, вот здесь, так сказать, пробел, пробел перед фабрикой. Пустое, так сказать, место, которое узнаем с недавней картиной, с недавней картиной, с недавней выставки Серова, да, вызвавшей, пожалуй, необыкновенный ажиотаж, который, похоже, в истории и Советского Союза, и России, так сказать, не было, да. Я говорю о выставке, так сказать, Серова. Вот она, оказывается, здесь жила. Здесь стоял дом ее, так сказать, мужа Александра Дмитриевича. Александр Ильич, как фамилия это? Самарина. Самарина, да, предводителя дворянца Богородского уезда. Значит, ну, теперь там пустое место. А вот там бы как раз поставить бы, Татьяна, вот там бы поставить какую-то стылу, так сказать, сказать, девочка с перчиком-то здесь жила, так сказать. Там же сейчас благочинный построил спортзал. Это он, а тут пока пустое место еще осталось. А рядом, да, спортзал этой гимназии православной, да. Это вот сюда немножко, поближе к мосту. Да, ну а мы идем вот туда, что виднеется за фабрикой, вот к этому, к этому, так сказать, храму. Очень интересному. С одной стороны, он, ну, такой необычный храм. И вот это сочетание даже белого и красного, красно-кирпичного, так сказать, стиля. И, что Катурин и белых, так сказать, стен, оно, так сказать, необычно. И тут несколько, так сказать, стилей, да, архитектурных в этом присутствует, в этом, так сказать, храме. С одной стороны, вот эта центральная, самая древняя часть, белая, да. И с другой стороны, вот эти вот кирпичные, так сказать, пристройки. Но мы сейчас немножко об этом как раз и поговорим. Что там у нас следующее? Вот мы подходим, так сказать, поближе, видим, это замечательно. Но когда-то все выглядело не так, мы посмотрим, как оно выглядело дальше. Вот надпись, что это Тихвинская церковь. Вот там, так сказать, иконы майориковые, так сказать, эти, так сказать, вставки. Все очень сейчас здорово выглядит. А внутри мы сейчас внутрь тоже, так сказать, зайдем. Но если, так сказать, обойти, потому что со стороны, вы видели, со стороны, значит, как бы, так сказать, задней, а самую, так сказать, почетную, со стороны алтарной, да, находится сейчас, так сказать, захоронение. Вообще вся территория вокруг, я говорил когда-то, вокруг, так сказать, кладбища, точнее говоря, не совсем вокруг, а вот туда, в дальнюю сторону, как бы, так сказать, от моста, это было кладбище. Ну, а вблизи алтаря, алтарей, как раз хранились самые знаменитые, так сказать, люди Надинска, а, Богородска, извиняюсь. Вот там сейчас восстановлены некоторые, так сказать, могилы, но только, так сказать, малая часть. И, в частности, вот здесь у меня, к сожалению, только плохой, так сказать, снимок. Это могила, конечно, она теперь уже условная, так сказать, могила, как все остальные памятники стоят не на местах, но хотя бы это память о тех людях, которые похоронены. Похоронены здесь были самые лучшие, самые знатные люди Богородского и Богородского уезда. В частности, вот здесь, вот я показывал, это родители как раз патриарха Пимена, так что мы не зря с него тоже начали наш, так сказать, разговор. Здесь, не-не-не, похоронены Еладины, да, и, так сказать, видимо, кто-то, так сказать, из Шилаевых, ну и много, так сказать, других. Здесь похоронен архитектор, который вот эти все кирпичные, красно-кирпичные пристройки, так сказать, сделал. Иван Михайлович Васильев и родственник тоже Куприянова, представляете? Ну, в Надинске, в Городске, точнее говоря, почти все были, так сказать, в родстве. Так, вот я к следующей. А некоторое время назад, некоторое время назад, вот это кладбище как бы представляло собой вот такой, так сказать, вид. Это причем уже было на фабричной территории, там рядом Новонадинская эта фабрика, значит, бывшая, так сказать, Еладинская. И это еще хорошо, что хотя бы в таком виде, да, эти памятники сохранились, потому что много памятников вообще просто не сохранилось. Уж не говоря о надгробиях. Ну и слава Богу, следующий, пожалуйста, кадр, что в конце, значит, территории, которая церковная, вот, не сохранился. В советское время он выглядел, так сказать, по-другому, но всегда такой стоял, так сказать, знак о погибших, рабочих, сотрудниках Новонадинской, так сказать, фабрики, которые пошли на войну и не вернулись. Вот это знак. Теперь он в таком тоже в церковном, в церковном, так сказать, стиле. Ну, раз на церковной территории, видимо, другого. А раньше был с красной звездой. Раньше был обычный советский такой, так сказать, этого, значит, памятник. Ну, зайдем, так сказать, внутрь. Вот, кстати, это не Ювеналий? Нет, нет, нет. Это не Ювеналий, ну, вот вы знаете, я в лесу, так сказать, не знаю. Но там и Ювеналий был сравнительно недавно, да, когда освещал, вроде бы, все сразу алтари, так сказать, вместе. И главные алтари, значит, пределы. Но это тоже какой-то, так сказать, епископ, судя по этому. Видимо, может, пониже, чем Ювеналий. Но все-таки. Но я показываю это для того, чтобы показать, что сейчас там внутри такая роскошь. Так, следующее, пожалуйста. Вот вы смотрите, там какие-то, так сказать, фарфоровые иконостасы, так сказать, и все прочее. Но мы потом увидим, как выглядело, так сказать, это все. Надо сказать, что и сейчас очень здорово и очень, так сказать, богато. Но, видимо, все-таки, не сравнить с тем, что было когда-то до 17-го и, там, может быть, до 30-го, так сказать, года, примерно, когда все это, так сказать, закрывали. Ну, это краткая история этого, так сказать, храма. Я назову только несколько таких знаменательных дат. Значит, что начали все это строить в 1846 году. Храм строили как на окраине, тогда была окраина, так сказать, города, и строили его как кладбищенский. Ну, и там действительно долгое время было это кладбище, пока не перенесли его на живых и мертвых, да, так сказать. Потом долгое время было на живых и мертвых, потом мы там ликвидировали. И потом, вот, уже после войны хоронят всех на Глуховском, так сказать, кладбище, а то теперь уже и на новом, вот, который в нашу сторону как раз выглядит. Строили довольно долго этот храм. В 1857 году его, так сказать, осветил, осветил, так сказать, мой, с гордостью говорю, на фамилии Дроздов, значит, так сказать, знаменитый Филарет Московский, да. Это было, значит, в 1857 году. Но в Игоре, значит, была у него только вот эта центральная, так сказать, белая, так сказать, часть. Кто, почему, так сказать, проект, вот, так сказать, эта белая, так сказать, старая, древняя часть построена, сейчас мы с вами, так сказать, увидим. Ну вот, первым ктитром, ктитр, 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 ну, грубо говоря, старостой, да, так сказать, старостой, значит, этого, так сказать, храма был поначалу, поначалу был Григорий Дмитриевич, тут неправильно, кстати, написано. Вот пишут тоже в интернете, не знаю, что пишут, так сказать, прямо из интернета взята справочка, и не все здесь, кстати, сказать, верно. Значит, первым ктитром, первым старостой был отец этого Сергея Григорьевича, о котором мы будем говорить, Григорий Дмитриевич Куприянов, а потом, очень долго, почти, так сказать, до революции, был вот этот Сергей Григорьевич, о котором, так сказать, будет у нас, так сказать, много разговора. И вот, смотрите, что интересная надпись. В 1889 году у попректора архитектора Ивана Михайловича Васильева была построена новая трапезная с двумя пределами. Это мы с вами, так сказать, увидим. И еще интересная надпись, на которую хочу обратить, так сказать, внимание. В 1891 году, когда в Огородск приезжал великий князь, назначенный тогда московским федералом, губернатором Сергеем Александровичем, значит, своей женой Елизаветой, Елизаветой Федоровной, святой нашей, так сказать, церкви, значит, он был, так сказать, и в этом храме, молился там, так что в храме бывали и, ну, можно сказать, если не царствующие, то царственные, да, или люди из царской семьи, из царской фамилии. Ну и в 95-м году, когда были бретены мощи, в наше время, когда были бретены мощи Константина, святого Константина Богородского, да, то они долгое время находились именно, так сказать, в этом храме и только сравнительно недавно перенесены, значит, в собор. Ну вот, это совсем, так сказать, кратко об истории всего, все это Тихвинской церкви, теперь, значит, о некоторых, так сказать, деталях. Кто же спроектировал, кто спроектировал центральную, так сказать, часть? Ну, узнаете, ну, на храм Христа, так сказать, спасителя, узнаете, наверное, раз храм Христа, так сказать, спасителя, то это его, так сказать, создатель, его архитектор Константин Тон, да, вот, создатель, знаешь, Ленинградского вокзала в Москве, в Новгородской, другого, и, значит, этого огромнейшего, так сказать, собора. Ну, он был автор таких, что ли, стандартных, так сказать, храмов, вот по всей России в то время строились, как бы, маленькие, ну, с небольшими перепевами, так сказать, эти маленькие храмы Христа, так сказать, спасителя, хотя назывались они по-разному. Так вот, этот первый, основная, вот эта белая, старая, так сказать, часть по не совсем, так сказать, полностью подтвержденным данным, но с очень большой, так сказать, вероятностью принадлежит именно Константину Тону. Так, дальше не надо. Значит, принадлежит Константину Тону, вот это как раз белая, так сказать, часть мы с вами, так сказать, видим. Тут и можно найти действительно нечто, так сказать, похожее на храм Христа Спасителя, Хотя есть, конечно, и различия, но прежде всего в размере, но не только в размере. Ну и вот тот, кто его осветил, значит, святитель Филарет, теперь не просто святитель, а святой нашей церкви, по-видимому, там есть и соответствующая икона. Вот, значит, владыка, так сказать, Филарет Московский, осветивший, давший, как бы, жизнь этому, так сказать, храму. Вот так дальше. Ну, как он выглядел? Вот сейчас он выглядел, а так как раз старая, так сказать, часть со стороны, так сказать, алтарей этого, так сказать, храма. Ну, а вот традиционный снимок, видите, он уже от довольно мощной, довольно объемной пристройки к храму, который, как раз, так сказать, и сделал этот родственник Куплияновых, да, и по местным масштабам тоже знаменит, так сказать, архитектор Иван Михайлович. Васильев. Этот вот снимок, так сказать, революционный, здесь вот эта территория была не, значит, не церковная, она принадлежала, так сказать, Елагином. Ну, а потом эта территория стала в Ново-Надинской, так сказать, храмой. Ну, вот как раз архитектор, я его вам как-то, так сказать, показывал в связи вот с этой ленинской часовней. Я называю, так сказать, ленинской, потому что мы, естественно, помним, да, что теперь на месте этого создания архитектора Васильева стоит, значит, Ленин, который показывает, наверное, путь на тюрьму. Ну, вот, так, дальше, значит, да, а внутри, внутри, вот я вам обещал, что сейчас там очень шикарно и очень богато, да, но вот, посмотрите, как это выглядело. Особенно этот снимок, по-моему, достаточно, так сказать, эффектный. Посмотрите, какие, так сказать, росписи, там сейчас тоже, так сказать, попытки расписать, там и белая стена есть, так сказать, и расписанная, но, как было, конечно, я думаю, что это уже, так сказать, не достичь. И самое главное, вот это знаменитая паникадила, да, оригинальнейший, больше, ну, вы знаете, обычно, ну, я же только про это говорил, обычно такие круглые, так сказать, конструкции, большие, так сказать, типа люстры, да, так сказать, напоминаю, только огромнейший, так сказать, крест, на котором много было, так сказать, свечей, потом, так сказать, лампочек. Вот, он сделан на деньги, как раз, так сказать, того, о ком мы будем сейчас говорить через несколько минут Сергея Григорьевича Куприянова, а по проекту, как раз тоже вот этого самого архитектора Васильева, архитектора Васильева, не, 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 они на минутку назад. И, значит, раньше говорили, что сделано было, так сказать, в мастерской, в мастерской Извекова, да, то есть в мастерской отца вот этого как раз патриарха Пимена. Ну, вот, видимо, все-таки он какое-то отношение, так сказать, имел, хотя вот теперь Сергей Иванович считает, что в мастерской, так сказать, такого Кабанова, тоже, в котором много церковной всякой, так сказать, утвори, так сказать, делалось. Но причастие к этому отца, так сказать, патриарха Пимена, в принципе, в общем-то, не отрицается. Вполне возможно, он тоже к этому чуду руку приложил. Вот еще один вид внутренности церкви того времени. Так, дальше. Ну, значит, вот, очень интересно снимки, не очень хорошее качество, но в нашей золотаревом, так сказать, книжечке Богородской, старой фотографии, там качество, так сказать, получше. Это, ну вот, те, кого мы называли черносотинцами. Хотя черносотинцы такое понятие довольно, так сказать, растяжимое. Оно сейчас стало таким отрицательным, что ли, совершенно отрицательным. На самом деле это все не так, так сказать, просто. Это общество хоругвеносцев. Общество хоругвеносцев. И оно возникло именно при Тихвинской, так сказать, церкви. Это, кстати, были весьма уважаемые в городе, так сказать, люди, потому что хоругви носить, да, не каждому, так сказать, доверялось. Это сейчас частенько, так сказать, батюшки, ну, кто есть, там, он, так сказать, и дает, хотя и той старается даже сейчас при храмах, так сказать, давать достойным. Значит, чтобы принести хоругви в кресло, так сказать, коже. Но, вот, это, как правило, люди купеческого происхождения, их приказчики и так далее. И вот еще их коллективный снимок. Не на. Да, это то же самое, только вот, как бы, вид фаз, да. Значит, тоже, так сказать, хоругвеносцы во время какого-то, так сказать, праздника. И тот же самый Тихвинский храм. Ну, а в советское время судьба храма, в общем, так сказать, обычная, как у многих других, даже, можно сказать, в какой-то мере счастливая судьба. Потому что, ну, в Надинске вообще храмы не взрывали, слава богу, только вот уничтожили, ну, где Ленина поставили, да, так сказать, эту часовенку. А так церкви как-то, так сказать, использовали. И там, где их использовали, ну, более-менее толково, даже чего-то сохранилось. В Успенске использовали плохо, там был, так сказать, гараж, и от церкви мало что, так сказать, осталось. Ну, а в этой, вы все помните, так сказать, церкви был кинотеатр «Юность». А до кинотеатра, так сказать, «Юности», видите, это снимок довоенной, да, клуб Новонадин, так сказать, фабрике, то есть куполосник, слив, то есть все, стены, так сказать, оставили, там сделали, так сказать, второй, так сказать, этаж, еще что-то. Вот видите, какой-то, так сказать, зал был довольно-таки прилично, церковь, так сказать, устроен. В алтарной части там что-то, так сказать, было. Что крайне, вообще, так сказать, очень нехорошо, но никуда не денешься. а вот уже снимки нашего так сказать времени мы на скид можем эти помнить может быть кто-то из нас даже ходил туда таскать и в кино видите сегодня какие там фильмы вон по погоне огонь когда вот такой фильм погоня наверное 60-е на на год это это вот а вот еще смотрите кино вот пожалуйста значит посмотрели мы это сказать такое кино в этом кинотеатре белый клык а белый клык так белый клык наверное это на на 60 или даже 70-е годы 70-е годы там было и школа киномехаников и чуть ли не отдел таскать культура одно время располагался или принадлежал это отдел культуры да не надо нажми пожалуйста а ну вот снимок снимок плохой когда-то в 80-е годы кто помнит когда у нас здесь вопик таскать начался доцкать и молот лекции проводили тоже по памятникам культур надинского таскать района да значит сделали мы золотаревым из татьяны ушаковской такой слайд-фильм до надинский но вот этот вот фильм как раз снимок из того таскать из того слайд таскать фильма он уже подвыцвел зимний снимок почти что это 30 да больше 35 наверное летней таскать давности вот как выглядел тогда этот кинотеатр но и в 90-е годы началось слава богу его таскать возрождение кстати поначалу там тот же вот мой товарищ и вне калач маслов таскать руку предложил поначалу восстанавливала его как как вроде бы как клуб хотели отдать но он одинской фабрики потом нам на детской фабрика приказал долго жить и значит уже стали восстанавливать как как храм но и динька вначале этого составления тоже был но вот в конце концов долго восстанавливали потому что храм таскать большой и сложный да но сейчас он выглядит очень хорошо и вот мы говорили что мощи константина цветов константина богородского да там таскать были это вот икона ему посвященная так что теперь этот храм украшения украшения улица рабочий бывший улица нижней как она со временем называлась но и всего всего города там очень действительно интересный так дальше ну вот еще фотография старого таскать времени как он выглядел значит когда революция это вот смотрите ограда кладбище да это было значит к центральное главное наиболее почетное таскать кладбище вот здесь были все эти самые как-то мадилы наиболее уважаемых людей ты и простой таскать народ поначалу там хоронили что больше и негде было хоронить ну вот а теперь перейдем к тому о чем я собирался сказать о купце о купце сергея сергея ригорьевича куприянове и о его семействе значит этот человек который после своего отца много лет даже десятков лет был старостой этого китаром как тогда говорили этого храма китар это человек который отвечает по сути дела отвечал за внешний так сказать вид за за приличие так сказать храма и в основном то искал деньги на ремонт и все прочее и чаще всего и сам давал основные так сказать средства для таких как ремонтов для поддержания в храме порядка вот таким куприянов и был мы помним ну храм это был районный так уездный городской храм сравнительно скромного города а в москве например знаменитой сава сава извиняюсь не сава михаил абрамович морозов знаменитый коллекционер да опять из той же выставки с той же выставки серого до помните так сказать мужик стоящий так здорово ногами упертый жизнь он был не больше не меньше к титарам успенского собора в кремле но у него были миллионы был сказать миллионером даже мультимиллионером если по сегодня на сегодняшний склад судить это вот и тратил тоже огромные деньги могут быть десятки и сотни тысяч на поддержание этого успенского храма значит наш куприянов был то сказать скромнее но и расходы были видимо сказать поменьше вот он смотрите какой интеллигентный замечательный человек да уже это сказать не очень на тех то сказать купцов которым мы привыкли в пьесах островского и похожий он прожил довольно-таки долгую таскать жизнь умер уже после революции двадцать третьем году но судьба его тоже сказать не баловала и тем не менее даже у него были довольно серьезные сейчас мы об этом скажем удары судьбы в жизни он их как-то эти удары таскать держал и церковь не бросал вы знаете он оставался даже самое то сказать трудно для семьи экономические времена он тем не менее церковицкой занимался и сделал для нее как никто другой вот эти вот пристройки да и колокольни многое многое другое сказать внутри все делалось либо на его так сказать средства либо на те деньги которые он где-то находил собирал но чаще всего среди своего брата купца да значит сергей григорьевич сергей григорьевич куприянов это что такое это я не знаю зачем это кто поставил это неправильно это неправильный кадр это должен стоять это должен стоять дом как раз на этой улице недалеко то сказать нажми пожалуйста ну вот посмотрим тогда на плане значит мы сейчас увидим он будет еще несколько раз дом до куприянова который сохранился архитектором которого является тот же пускать васильев замечательный дом и вот сейчас мы как раз таки стане корреспондентом как раз и говорили о том что на нем тоже надо будет сказать вешать мемориальную доску значит ну вот центр центр надинского отмотода приезжаем сюда значит переезжаем искать мост вот сворачиваем на рабочую тукать улицу и вот смотрите вот это как раз тихвинский храм да это тихвинский храм тихвинский храм а брать вот здесь еладинские дома мы они говорили связи с кассе лагина здесь бывшая богадельня где по-моему сказать зубоврачебный был кабинет еще раз к счету вот этот квартал как квартал или квартал квартал вот ведь правильно сказал квартал значит да квартал обратите внимание на этот квартал этот квартал когда-то практически полностью принадлежал как раз сказать куприяновым вот здесь так сказать был их таскай дом который мы сейчас с вами увидим а вот здесь была сказать фабрика еще 80-е годы там можно было даже в начале 90 кажется не помнила 80-е годы точно там какое-то на здание такое же было полуразрушенная по моему но это были остатки фабрики куприянова значит куприянова не просто купцы это фабриканта молдзинского происхождения дальше нет а ну вот теперь смотрите узнаете ли нет мы едем вот автобус идет так там мост моста да мы с моста едем наверх в данном центру в центр и выходим да все это кто не доезжает до вокзал это улица роговская вторая улица они кстати в надинке так интересно назывались значит нижняя роговская московская ну и так далее или первая вторая третья от реки какой реки от реки клязьма улице это самое вот значит а вторая третьи клязьма цыкать улица и вот сейчас вот эти все так сказать сооружения находятся как раз на месте фабрики куприяновых ничего не осталось а напротив стоял дом знаменитый терновского так сказать одного из немногих скотворян очень интересный человек очень интересный дом и ничего в результате богородстве скоро от старины не останется это на совести наших властей да так вот значит сергей григорьевич был сыном григория дмитриевича а это посмотрите такое настоящий бусурманин да это за как это купец это купец из крестьян они из крестьян но и не совсем так сказать из крестьян значит когда-то чтобы молзина они молзинского происхождения да из молзина мы въезжаем когда в надинск да немножко приезжаем и там поворот на молзина там написано сказать это это соседние таска деревня молзина приход проду них был не в городе приход у них был кстати в ямкино и там молзинский себя хоронили и 1 куприянова тоже там похоронены под фамилию сказать молзинский языков это сказать это тоже молзинский фабриканты они все были и лежат до сих пор в ямкино вот этот куприянов григорий дмитриевич 1 из куприяновых у них у его потомков было кстати фамилия прозвище молзинские купцы молзинские но просто из молзина начал первый перебрался в уездный город и купил вот там этот участок и начал его осваивать уже там фабричка появился прочее а в молзина у них тоже было что-то типа фабрики надо фабрики сельский знаете это не столько какое-то здание да когда больше раздаточная контора раздавали сказать пряжу крестьянам они по своим домам посвятил там таскать что-то таскать пряли таскать пряли и пряли ткали а потом начать все это сдавали да так очень много многие с этого начинали и куприянова тоже так вот гриви григорий дмитриевич григорий дмитриевич был мало того что значит похож на такого таскать на крестьянина крепкого кулака он когда перебрался на ленск богород он женился на не на простой таскать женщине видят видно что непростая женщина здоровая это значит агафья анонимна миронов это миронов мы они сейчас во второй части таскать поговорим такие мироновы и если про куприяновых написано сейчас уже целые книжки до этого и в интернете много про мироновых мало что сказать известно этому я же вам обещал что значит сенсация будет некоторое на местном уровне да так вот значит женился он это тот женился на мироновой и значит с местными фабрикантами уже сказать породнился но так они все и делали доска деньги к деньгам ска деньги значит выходит замуж лицкой жениться на деньгах так это все и дело с капиталом таким образом увеличивались и вот его сын его сын в общем поступил также вот григорий сергей григорьевич вот который главный титр который больше всех так сказать сделал для этой самой церкви о которой мы с вами говорили он женился он женился на еладиной на дочери еладина самого знаменитого титра 1 который было городским таскать головой да и тоже опять тик титром старостой уже собора да то сказать это вот не не этой таскать церкви то есть тоже по сути дела увеличился капитал связи таскать соответствующие спите все прочее и построил вот это таскать дом который находится вот я показывал в этом спит порталь может вы это дом сказать узнаете от такой длинный довольно таки значит дом с резьбой с замечательной деревянной резьбой значит он устроен вроде бы с одной стороны сказать просто с другой стороны очень таскать но украшенской совершенно сказать не просто замечательно скачок разность по проекту это сам василия а вот напротив как раз сейчас пустое место перед фабрикой где стоял искать дом самаринах да где как раз ты была эта девочка с перчиком и все прочее значит вот этот дом он цел до сих пор значит дом дом куприянов дальше нинка ладно ну вот они молодые таскать это самый молодой куприянов молодая еладина да уже тоже куприянова ну и потом они делал сказать пошло вот детки пошли один за другим таскать этого час а детках мы немножко и поговорим значит и деток у них таскать так один за другим получилось 11 человек это тогда расчетской больше надо кто-то там умер обычном сказать умирала но надо смотрели спокойно вот 11 детей по моему 6 парней да не на нажми да ну вот эта часть таскать детей вот это надя надя надяна будет искать интересно значит надежда сергеевна надежда сергеевна значит мы они таскать потом поговорим еще поподробнее ребят ребят больше получилось немножко чем таскать девочек девочки потом были выданы таскать замуж за очницкой многих таскать там и купцы и дворяне ребята оканчивали как правило получили техническое цепи образование стали инженерами как правило работали по текстильному таскать производства но судьбе мы немножко потом скажем дальше значит а ну вот дом это хорошо сказать вид значит мы идем от моста идем к храму до этого это правая таскать сторона да вот это значит он хорош с ним вот сейчас примерно так он таскать и выглядит там уже живут уже далеко какие-то люди непонятно это сказать как это как коммунальная квартира этот дом используется но а в свое время у него такое видите огромнейшее семейство ски размещал 11 детей а потом еще жениться начали с китом замуж выходить то все и все солидные видите вот он сам стать хозяин вот он хозяин сергей григорьевич это начало таскать жена а это уже таскать дети и мужья дочерей на пасху любили собираться все вместе когда разъехали или кто в москве кто вообще раз к далеко таскать москвы кто в орехово таскать зуеве на пасху собирались всегда ходили обязательно на службу в этот самый храм вот может быть где-то он ватамской и потом почему-то не было принято кататься на лодках вода еще она была всегда большая таскать видите кстати глядь мы не узнать сколько воды да ну вот это часть таскать детей надежда старший кстати это старшая дочь надежда сердеевна и старший таскать сын сергей сергеечку приятно говорить какие усы до усы у простого человека такие не могут вытаскать он действительно я пол таскать простым человеком он в орехово зуеве я вчера был на заседании морозовского клуба вспоминали кстати там вспоминали сказать многих морозовых сотрудников значит он в орехово зуеве у викула только морозова на фабрике командовал ткацким таскать производством играть эти усы и ход производительское впечатление как то сказать как усы генерала тскать на солдат таскать все таскать слушались и отдавали ему таскать честь ну вот это значит сергей сергеевич куплиянов старший сын сергея сергея григорьевича так дальше ну вот еще очень много тут о каждом из этих таскать парней и о каждом таскать из этих таскать каждый из этих таскать девушек можно сказать много таскать рассказывать и сейчас появилась действительно сказать литература благодаря потомкам точнее даже ну да потомкам потому что не только сергей иванович сергей иванович якушев да но и его таскать мать надежда скотина якушева приложили к этому руку выпустил несколько книг можно сказать прочитать о судьбах этого таскать семейства и вот смотрите хотя они уже и подразорившиеся но все нашли место таскать в жизни получили неплохое образование и выглядели вам видите как солидно они таскать выглядели это вот как раз на пороге на крыльце таскать этого самого дома который мы с вами видели вот образование не только техническое один из них стал врачом очень хорошим врачом но и умер как-то до врачи были она не как нынешние не хочу так про всех плохо говорить заражались почему-то часто умирали так как-то были они больным наверное поближе чем нынешние вот у него тоже такая трагическая судьба у этого значит одного из куприяновых окончил московский университет медицинский факультет так дальше это федор в папахе в такой но и вот очень интересный момент так я сейчас вас проверю немножко узнаете дом или нет должны знать это одно из самых иного как да ну ты-то знаешь наверное да но фикрет 1 главный вообще фикрет он как все знают что у нас возит по всей этой стране да это константинова это дом как он там называется это подается дома как ее сне 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 анна снегиной да так сказать это вот дом 1 снегиной так вот это дом не анна снегиной а это дом сергея григорьевича григорьевича сергея григорьевича куприянова и его семьи они примерно 20 даже 20 с лишним лет владели вот этой самой усадьбой константиновой и это их так сказать потом их сергей стихи иванович нашел только совсем недавно и там не знали про есенина рассказывали есенин учился в их таскать школе нет дальше есенин учился в их школе ходил в церковь который ска не обустраивал внутри менял полы печки все прочее как раз наш вы понимаете да так сказать сергей григорьевич куприяновской и не понятия не имел просто когда он уже был более-менее в возрасте там куприяновых уже не было а почему не было я сейчас скажу но этот нынешний то статьи церкви наверное вы тоже когда были заходили в этот храм там рядом этот высоте крутой беды где дали открывается правда эти дали тоже сейчас как и в радоне же пытаются застроить да и это замечательный скачет вид по сути дела уничтожить но это вот школы да она правда восстановленная по моему эту школу эта школа построенная свое время сказать куприяновым и вот именно в ней сережа и учился не на нажми значит но этот как примерно я не пойму это имитация или что то сказать это по моему в этой таскать школе вот как она была видимо в есенинские так сказать времена да и вот сам скакисения но здесь он уже спать парень уже побольше здесь он наверное уже за на снегина это сказать ухлёстывал там знаете был хромат но кто такая она снегина мы сейчас разберемся с вами а вот наверное как раз фотография того так сказать периода это мальчишка константиновский так сказать вот он такой то сказать был но а вот и она она снегина но симпатично или нет как сказать но интересно то скатитовская женщина значит по мужу она сказать кашина да а по отцу по родителю она кулакова а кулакова простая так сказать фамилия но тем не менее в москве тоска знаменитая потому что был в такой купец ее отец кулаков которым принадлежал сказать дом как называется площадь действительной бандиты и все прочее дилеровских тоскать и все прочее не петровка кетро 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 к на хитро кетро китра значит самый знаменитый дом таскать это сам это главное потом после хитровки да 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 петровка после хитрость значит а кулакове да вот кулаков это ее таскать отец вот она выведена под именем анны снегина это сказать в известность поэме и другие стихи и посвящены там действительно был некоторый роман она кстати никуда не уехала осталось здесь россия работала в москве они были потомской встречались и в москве умерла на в 37 году но своей так сказать смертью и сам это интересно что сказать написано они оказываются похоронены на одном кладбище совершенно случайно и не очень далеко друг от друга понимаете вот на будет следующий раз сходить когда пойдем на высоцкого или хапсета скоте крайне будем поискать ее тоже так сказать мадилу ну вот тогда можно посмотреть а можно да можно найти это теперь знаменитые то сказать эти все мадилы как-то они отмечены все прочее ну вот еще одна из многочисленной фотографии то сказать этого семейства огромнейшим ска семейства уже там дети вон ведь какие-то молодые сталинской появляться то все она цахать и росло я потому что уже полностью они уже даже не могли таскать собраться кто-то еще таскать учился в этих студенческой таскать форме кто-то уже таскать был сказать женат и имел сказать много таскать детей но вот семейство которое много дало на россии как я уже сказал инженеров и врача и жен невест таскать для тоже таскать для видно таскать людей это куприянова так но здесь вот о некоторых рассказывается о судьбе некоторых из куприянов я не буду не буду это сердце и зачитывать скажу что в советское время из них по моему практически никто не уехал все они таскать остались кто работал в промышленности даже достиг довольно-таки высоких таскать постов кого-то кто-то был сказать расстрелян как вредитель но это были компании тоже сказать известные боролись со старой таскать интеллигенции многие значит кто вышел сказать замуж в общем-то жили более-менее спокойно но тоже разная судьба была таскать разная вот мы сейчас расскажем о судьбе значит о судьбе надежды ивана надежды ванна никитиной значит надежда а да значит почему перестала значит мы говорили сейчас в константинове о есенине да о том что это кусать бы имской принадлежала построили школу занимались церковью а потом вдруг исчезли исчезли они оттуда пришлось им свет константинов сказать продать как потом продать так сказать отдать искать фабрику значит в конце концов и дом хотя дом некоторыми миска принадлежал значит по той таскать причине что где-то в районе 1901 таскать года их родственнички мироновая мироновая по сути дела разорили разорили куприянова там вот та фабрика которая находилась на вот в этом сказать квартале на территории на куприяновской территории земля-то баба куприяновская а фабрика принадлежала одновременно и куприяновым и и мироновым более того о куприяновых еще что-то было сказать в молзина и еще маленький таскать заводик в кучино кирпичный таскать завод и что произошло до сих пор точно сказать неизвестно но их родственники а помните они по женской линии в общем-то все таскать мироновые мироновые фактически таскать завладели стали уже не совладельцами а полностью таскать владельцами таскать фабрики более того дело было обставлено так что куприянова остались еще и в больших то след долгах но там для это тоже были причины потому что куприяновы в частности сердецкий григорьевич в отличие от своего отца да ведь у нее и дети все пошли кто в интеллигенцию они были романтиками а купцу купцу нельзя быть романтиком да вот это горький говорил связи судьбой саввы 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 морозова это вот нельзя быть романтиками нельзя быть революционером то есть ход искать этого курсу надо быть купцом вот они значит были недостаточно недостаточно купцами и в конце концов а и пришлось все это продать отказаться от имения от много чего и осталось у них только маленькая кирпичная так сказать фабрика маленькая в учина учина помните где все да так как едем из 11 то есть москву приезжаем это кучина я много раз рассказал про кучин сферодинамический институт дмитрий павлович серебышинского до бывшие менее значит не отвлекать там два было завода один большой завод миловановых или милований хиха пьетов сказывали там местные жители это огромный таскать завод потом на его основе кучинский терамический завод комбинат он даже до сих пор в куче нас есть из кирпича миловановых под построены самые такие знаменитые самые знаменитые но может быть еще и с другим кирпичом не только у них был хороший кирпич но по крайней мере это стирпич шел и на здание городской дума музея ленина датскать и исторического музея то есть это кирпич вышел искать качество а кирпич кирпич куприяновых ответил вверху да там купр значит а кирпич куприяновых он не был таким но что ли по виду качественным нет победу как сказать это но таким гладким там и все прочее но был чрезвычайно крепкий и мы не увидим ни одного здания в москве построен из его кирпича потому что он шел на фундаменты а фундаменты и на нижние самые таскать слои где самая большая нагрузка он обладал чрезвычайно и таскать это сам крепостью прочностью так вот что отличало их таскать кирпич еще раз говорю не такой таскать красивый не такой гладкий как эти таскать кирпичи но зато очень-очень так прочная использовался везде таскать всегда в основании очень многих зданий и особенно церквей ну вот у них таскать уже жизнь сразу после этого разорения стала гораздо более скромной дачку у них появилась районе новой таскать деревне вот они приезжали встречались то что семейство все время так росло это вот один из моментов на даче новая деревня на границе сейчас щелковского района и надинского но вот опять видите тут часть студентов части стаскать уже часть он со своими таскать детьми это все так встречи уже куприянов в новом в новом уже таскать качестве когда у них уже в фабрике это достаточно большой богатый фаба приносящей прибыли фабрике надинский благородский скот не было я не жили за счет только вот этого за счет за счет кирпича своего так ну и вот война четырнадцатый год и все шесть все шесть мужчин рода до 8 даже было вот хотя у меня поправляет она знает значит 33 3 девочки и 8 так сказать мальчиков я почему-то считал насчитывать значит из восьми из восьми шесть так сказать пошли в армию в офицерских чинах причем поскольку поскольку у них у всех было техническое образование или высшее или среднее техническое образование комиссаровское училище в москве то они были все самым тогда техническом роде 5 войск самым сложным строить войск в артиллерии все прошли так войну вот часть то сказать из них иван сергеевич который потом работал в инженерном советское время был потом расстрелян в иванове хотите его отской братья которые сохранились жизнь прожили значит без таких потрясений но и всего значит шестеро следующее ну а сам сам глава таскать семейства значит пережил сказать революцию писал сказать воспоминания жили они где-то уже в районе салтыковки таскать дети его таскать пушкинах кто-то таскать и не таскать жил вот один из его уже последний с ним будет советское время а похоронен он в известной таскать усадьбе кто-то там наверно был пиклет возил народ кайнар джи вот троицкая кайнар джи датскать знаменитый когда скатиме не масонская здесь он прямо от и знаками и прочим масонский таскать между прочим всевидящее ока да значит здесь похоронен довольно много знаменитых таскать людей дворян князей здесь похоронена мать солнечного клоуна олега румянцева нашего тоже глуховского до этого и здесь похоронен значит сергей григорьевич сергей григорьевич сергей григорьевич сергей григорьевич а я про кого говорю нет не обрабатывая карандаш да это нет я говорю про попова значит про попова вернулся но него он короче для мать его здесь тоже похоронена и знаете интересно кто был оградка сделано и такое солнышко и расходятся лучи представляете вы так сказать это как напоминание о сыне до этого ну ладно нас интересует куприянов значит здесь похоронен не только отец но и несколько сыновей и вообще куприянов предпочитают в основном хорониться здесь то сказать этого троицкая потому что церковь троицкая до троицкой тире кайнарджи а кайнарджи то что-то турецкая связи с нынешней какая-то победа была видимо там рубля это было имение румянцева румянцев кого-то победил там видимо под кайнарджи да так назвать туда екатерина приезжала специально турка победили а это около железнодорожного между железнодорожным даже уже ближе к москве потому что скоро это москва салтыковка там рядом понимаете вот этот район знаете вот это примерно танцы но грубо говоря теперь это окраина железнодорожного так ну вот хочется сказать что надежда ивановна старшая дочь старшая дочь этой семьи значит вышла замуж за инженера никитина вот она где девочка так далее вот она найдет она с 5 девушкой вот она уже таскать замужестве значит нет надежда ванна вышла замуж это никитина и у них родилась тоже надежда надежда иванна вот она сергей надежда сергеевна вышла замуж на не идите на и у них родилась надежда иванна вот вообще корреспонденты надежда значит сергеевна родилась надежда ивановна и уже не куплиянова а никитина она потом следующий нет вышла замуж за вот этого таскать товарища по фамилии якушев да таскать и у них таскать был по моему двое таскать детей один из них сергей иваныч вот он где-то двое было по молоте там еще это там и по моему еще и сестра что ли но нам интересен именно сергей таскать иваныч якушев по той таскать причине что он написал несколько следующем написал несколько таскать а вот он видите красавица и мать его очень интересная женщина она окончила курсы достоевскую кто была эта жена стенографиста курсы стенографии да и даже у нее есть такая книжка записки съездовской съездовской стенографисты вот съезда были эти кпсс да вот она стенографировала но там много его отцы это очень важно ответственно сказать роль она стенографировала там и крупскую всех эти куйбышевых очень многое только ленина и сталин не 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 записывала значит очень интересная женщина она умерла совсем недавно прожила почти сто лет а что она сделает а ее подвиге жизни мы сейчас скажем а значит сергей иванович тоже выпустил книги в котором достаточно подробно описывает все свое семейство так дальше не значит да так вот подвиг надежда ивана значит надежда ванна получается внучка надежда ванна теперь уже якушева да было никитина а мать и и это сказать было куприянова когда-то значит вот подвиг внучки сергея григорьевича сергея григорьевича куприянова подвиг заключается вот в чем все мы на нас знаем убедили или слыхали по крайней мере а 4 томники по имени 40 40 да это четыре тома в которых описаны все якобы 40 40 но когда-то может так она действительно и было около полутора тысяч до таска церквей таскать москве значит это полное описание московских храмов значит сейчас там стоит фамилия петра полумарчука очень интересного человека умершего сказать рано интересно писатель но мах вел такое довольно нездоровый скатил образ жизни умер человек очень интересный такой сказать русак такой православный очень крепкий в двери человек но но материал то ему материал основной сказать материал ему оказывается и это выяснилось тоже сказать не сразу поставила как раз надежда ивана вот наша дускать на в представитель представитель рода куприянова а нас подруга еще так сказать советское время ходили так сказать по москве описывали церкви фотографировались к собирали сказать данность и прочее и потом все отдали значит петру но петр как писатель это уже все обработал сделал я не умоляю его роли его роль тоже сказать огромная но должен сказать что кто собирал материал по сути дела исследователь это настоящим были таскать экспериментаторами были они ну вот и и таскать сын сергей а это вот его таскать книжечка надо как называется мы не книжечка это вообще доска толстая книга у меня есть его даскать надпиши мои предки куприянова и никитина нанести на менее интересное ска семейства но тоже так и не описано потому что мать его была таскать никитина а вот этот таскать человек они троюродные таскать братья тоже родственник куприянова и родственник елагина и родственник миронов и всего таскать купечества до революционного богородского московского и российского это все вот кузнецов я они тоже таскать говорил помните окончил он мгл геологический факультет поэт редактор был с хоть журнала такого болгарии что таком сказать духе значит сейчас к живет так сказать москве тоже по необходимости ведет здоровый образ жизни как ты говоришь нет он возглавляет кстати в лобни литературное объединение но возглавляет а живет сейчас в лобнии в самой таскать москве очень интересный таскать человек я уже сказал что они примерно троюродные братья между с собой и вот вместе они сейчас двое как бы и воюет за за память о своих таскать о своих предках вот совсем недавно татьяна рассказала я слышал от маслова что они недавно приезжали в на день это не брала у них интервью до записывала беседовали с главой таскать района оба вековечивания таскать как раз сказать памяти и куприяновых и еладиных и может быть так сказать других потому что действительно эти люди много делаешь и не только для города но и для россии для подмосковья для москвы они как-то них таскать память вот только если я не прочитаю лекцию никто больше не прочитать татьяна еще сделает передачи на радио так женщина потом ну вот это а теперь мы с вами из центра города до центра города перенесемся немножко на несколько километров дальше по по владимирскому в горьковском отскать шоссе до дальше хотят москвы в большое буньково значит это эмблема это советская эмблема таскать надинской сейчас у них такая другая более простая мне кажется не такая интересность темлема а это эмблема и флаг как раз этого самого большого буньково но это нечто связано с текстильной таскать промышленности то сейчас такие ромба и на 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 флаге и на эмблеме надинска а это вот очень интересная вещь там когда-то была станция емщицкая датской бунькове останавливались там ноевской знаменитости пушкина так далее этого все кто приезжал по этой дороге и не просто так вот эти бубенчики еще что-то и там многие поскольку обслуживали этот рак да то там делали упряжь упряжь что-то но для лошади все это кожаная да так сказать видимо и делали это очень прочную таскать убрать вот и вожжи да наверное вот это все дуги все такое таскать в общем поэтому они это и взяли себе на на в качестве татимблема на флаг на знак и все такое дальше нет ну вот перенесемся большого будет но кто не знает вот смотрите карта это значит владимир владимирка горьковская таскать шоссе или теперь м7 да по моему м7 так и называется москва нет волга но в горьке она идет в нижний новгород так вот и признает таскать дорога а вот богослова дальше вот клязьма бьется вот бьется клязьма и вот здесь это самое вот боровое где военная волоскать база отдыха значит вот это как раз и есть большой цель бунькова и где-то вот здесь где-то вот здесь летят делает таскать клязьма такой таскать дугу здесь где-то вот здесь где-то вот здесь была в свое время текстильная фабрика мироновых вот мы переходим к рассказу о мироновых тех самых мироновых родственника куприянова который к сожалению сыграли в их судьбе не лучшую таскать роль дальше а ну вот эта карта более таскать подробно вот это опять клязьма вот и жилые таскать районы то все где-то там сейчас от фабрики практически ничего таскать не осталось но известно что до текстильной таскать промышленности там большом сходь бунькове была при алексея михалыча может в начале петра первого была стекольная фабрика стекольная фабрика примерно такого же тскать уровня как черноголовская как черноголовский стекольный таскать завод который мы помним находился не в черноголовке да а в ямкино и даже не в ямкино там немножко таскать даже на отшибе таскать от ямкино значит там тоже видимо был песок подходящий таскать для изготовления стекла и раскопка 50-е годы проведены таскать раскопки найдены остатки значит этого стекольного таскать завода так что занимались там не только так как этими делами дорожными да но еще и стеклом свое таскать время в свое таскать время также как и начинут головском заводе которого в черноголовке отношения таскать не имеет так дальше значит это вся пока рассказываю ну вот кого преемником в каком-то смысле этого стекольного завода поправки раме к стеклотерамика это керамика да значит завод будьковский завод керамических изделий вот это его ткать вид это как раз там переход через шоссе но мы помним когда лапки пришел свои пласти да вся вдруг то сказать весь на 11 вдруг то сказать плитку это сам оделся или обулся да так сказать вот плиточка то в основном наверное здесь и делали правильно татьяна говорят не делали это сейчас делают а в 90-е годы мне кажется делали то там может быть отделочную плитку и унитазы делают и отделочную плитку для знаете для эти для для ванных вот все такое да правильно но по-моему там тоже доля владимира николаевича это значит часовенка большой там никогда не всегда считал очень большой населенный пункт но поскольку церкви не было то считалось всегда деревней но вот восстановлена сейчас часовенка там придорожная но а принадлежала когда-то принадлежала когда-то это все всеволоским такому древнему сказать русскому дворянскому сказать роду и николаю гавриловичу николая гавриловичу рюмину вот он сказать перед вами у которого имение было в куче на который мы уже сегодня упоминали да как место последнее грубо говоря место пребывания те же так сказать куприянов вот это рюмин и так сказать в кучино ничего там этого не сохранилось потом у них перекупили алексеева которым станиславский принадлежал потом рягушинки и так далее но нам сейчас интересно что рюмин интересно вот это вот узнаем и все да так сказать с той же все так сказать выставки о которой я же несколько раз говорил значит знаменитый наш художник кости коровин да кости коровин имеет корни буньковские потому что его дед вместе с его отцом вы будучи крепостным христианином николая гавриловича рюмин а выкупился у него так сказать на волю переехал в москву стал так сказать купцом и так далее примерно то же самое было и у морозова таскать сова который тоже выкупился таскать у того же николая таскать а николая таскать гавриловича а главная контора почти все деревни вдоль этой владимирки принадлежали рюмину таскать несколько десятков деревень представляете по крайней мере на территории московской губернии а центры их таскать да где ну как бы властей тогда еще не было в таком смысле как потом они возникли листик совета но центр где ввел весь учет бумаги все прочее где отпускали довольны деньги платили помещался как раз в небольшом этом бунькове поэтому вот и наш значит знаменитый таскать художник каком-то смысле метод отношения тоже в бунькова но мы сейчас о других обитателей будем говорить о мироновых дальше значит но что тут что-то прошло это тут я написал но там много всего это неважно да так вот значит где-то после войны 812 года в бунькове возникла фабрика мироновых фабрика миронов но миронова фамилия что называется чуть поменьше чем ивановых датскать мироновска в россии и а мироновых мало четко теле это происхождение даже непонятно они местные буньковские или они бежавшие из москвы во время так сказать войны но во время пожара там все прочее двенадцать года а вот потому что там тоже были сказать миронова но вполне возможно что несколько местные поскольку например ушибаевых на фабрике датаскать были служили в таких средних позициях да тоже так мироновая явно местного таскать происхождения но не имевшие вроде бы значит родства вот с этими мироновыми фабрикантами как выглядела мироновская фабрика трудно сказать но это совсем не так как морозовские фабрики в глухове или в ореховской зубе они были гораздо гораздо скромнее что-то по-видимому напоминала вот эти фабрики такого среднего и даже небольшого таскать размера текстильная фабрика которая занималась шерстяными и полу шерстяными тканями дальше да значит шерстяные полу шерстяные ткани морозовым и помню работали у при она поначалу работали по шелку потом тоже так сказать по ферзке а морозовым вы помните так начинали тоже шелк отказать а потом сказать перешли на ну что ж такое нет девочки потом значит мироновая так вот известен первый таскать из мироновых дать как я к фото здесь так яков значит у него два сына и сыновья но семен то нормально вроде бы имя а на ней да редко очень имя мы только теперь знаем фамилию да ананев да так сказать имен почти таких так сказать уже и не помним ну вот у анания было три сына михаил федоровский константин и агафья которая вышла замуж за куприянова отца сердецкая григорьевича и поэтому все остальные куприянова тоже получается наполовину ли там насколько то значит мироновые а у семена у семена у семена было два сына григорий александр все они занимались фабричными делами обратим внимание на александра он нам пригодится значит это родные братья эти двоюродные братья да но вот здесь перед нами федор ананич вот из этих кстати чрезвычайно редки цепи фотографии а вообще о мироновых очень мало что сказать известно это мне слава богу удружил значит мой то сказать товарищ михаил валентин золотарев из государственного исторического музея причем я не не знаю может даже нелегальным образом сказать добытые добытые сам фотографии да так сказать очень редкий очень то теперь высокого качества вот один значит из от мироновых и второй сейчас будет миронов это константин ананевич константин более так сказать известный поскольку именно он был наиболее так успешным на его фабрике где-то перед перед революцией работал примерно тысячи человек производили товар на 3 миллиона рублей это очень приличное было производство хотя с морозами конечно им затягаться было так тяжело те производили уже товаров на десятки миллионов рублей а вот и немножко пижон да это ну не знаю братья такие таскать разные но вот прославился именно вот именно константин да и он был сказать главного председателем правления своей таскать фирмы а у него был брат михаил он рано умер в 1894 году а уже дети михаила были в компании вместе с этим с константином она нечем но нас конечно здесь он еще и сравнительно молодой это 1870 годы ленину может быть ленин еще под стол ходил даскать а этот уже а это занимался уже ленин семидесятом родился нет если это семидесятые годы семидесятые годы до ленину было несколько лет я думаю что ходил под стол буквально по росту конечно вчера расскажу вам немножко отвлеку вас на это морозовской встречи валюта зоеве да я делал такой небольшой таскать доклад по историографии морозовых то есть это история история морозовых да так сказать это вот какие были статьи книги что был до революции советское время сейчас но сейчас вообще это поток огромный но поток мутный очень мутный очень грязный часто все прочее ну как и со всей со всей нашей культуры но очень много зато всего но я говорю о том что скачивать начинал и заработал аплодисмент этой ореха зоевской отсталой публики какой-то сказать отстала на отсталых советском советском таскать смысле когда сказал что первым историографом сказать морозовую и самым главным историографом был владимир лич ленин кстати о ленине а знаете почему потому что во всех вы помните библиотеках во все дома культуры во всех кабинетах директоров таскать всегда стояла или 30-томная или по-моему 50-томная 57 тогда собрание сочинений ленина и всегда там ходила помните развитие капитализма в россии так вот в развитии капитализма в россии это по сути дела первое представление о морозах там полторы страницы полторы страницы перечисляется краткой биографии то сказать морозов откуда они возникли чем занимались и так далее так что спасибо владимиру ильичу за это вот но там ссылался тоже на шишмарева так вот спешмарева этого никто сказать не знал оленина знали таскать ну я говорю пижон этого и штаны у него нет полоску не полоску клетку так ну вот это реклама реклама значит фабрикантов этих мироновых то статьи что интересно что их таскать контора их амбар находился находился этим москве находился в москве верхних торговых рядах мы все стать увидим сегодня так хотя было несколько таскать морозовских фирм в 1905 году в адрес календаре богородского стати уезда в большом бунькове приведены три фирма морозов три фирма мироновых да частью они пересекаются частью значит это мироновых там уже тоже развелось то что я здесь вот привел кратчайшую таскать схему кратчайшую еще были какие-то другие таскать миронова но самое известное это был все эти вот этот федор таскать михайлович это племянник вот этого пижона который мы сейчас только с вами увидели и обсудили и осудили значит племянник его федор михайлович он был моложе естественно его таскать родился только 75 году и очень много уже сказать своего дядьку по сути дела ска сменил занимался непосредственно сказать производством и был директором скатероспорядителем во время занимал много довольно-таки разных тут и таких благотворительных постов должности благотворительных организациях в благородстве а во время первой мировой войны в его в его доме большом сказать бунькове как и очень многие фабрикантов очень много фабрикантов что поначалу войну встретили очень так патриотично все думали что вот победим потом уже отношение было сказать хуже вот в начале скать войны в его скай доме был тоже устроен скать госпиталь третьего разряда третьего разряда значит на 10 таскать корень но а вот опять-таки про кучина про железнодорожной кто там бывал или жевал или если какие-то родственники есть знакомые сейчас там застраивается огромный так сказать район во всеми домами но железнодорожная то вообще это сейчас спальный район москвы да видно и головка скоро такое таскать превратится только в маленький в маленькую спальню там большая спальня так вот там целый таскать район целых что такое сейчас я извиняюсь я не могу сейчас говорить можете перезвонить какое-то время не пойму даже кто значит значит что это под район ольдина да так сказать ольдина это район ольдина это бывшая усадьба как раз вот этого саму сказать миронова который там купил устроил часть для себя таскать построил что-то а часть стал сдавать таскать под дачи но тут все так написано вот кстати это первое новоселье в поселке ольдина это окраина города железнодорожного как раз напротив кучина только на другой стороне железной дороги если ехать из москвы то справа нет это он уже да уже вижу уже не выдерживает аппарат но мы скоро заканчиваем друзья еще минут пять и я вас отпущу нет ну 7 но 10 первое новоселье вот он кстати ставил обиде какой значит у него дядька можно было назвать пижона то как его назвать смотрите какой красавец снимок то сказать плохого вот это значит свой участок ольдина сдавал под дачи и имел только свою дачу там а названа значит ольдина честь его жены ольги честь кстати 310 до ольга гавриловна по-моему довольно гавриловна и жена мы ее девичью фамилию таскать не знаем ну вот это смотрите еще раз кратчайший миронова также как это что вы думаете только у куприянов то было 11 детей у миронов тоже столько же но не все то сказать пошли в дело не все как бы были удачными вот тут только некоторые приведены ну вот теперь давайте посмотрим вот на эту веточку за от семена григорий и александр у которой была жена елена михайловна вот пожалуй сейчас я вам скажу самое интересное всей нынешней лекции вот такие совсем недавно опубликованы таскать документы смотрите на на бланке на бланке фабриканты вот так что что такое отключить я хотела нет не хотим отключать не будет мин потом будет в меньшем размере значит фабриканты шерстяных там вольных костюмных и какие-то плотных плотных товаров не ткани товаров да это самое какое братья значит а и г а и г а где написано хотя бы до короче редкие верхние торговые ряды которые находятся в верхних торговых рядах а вот сам таскать вид вроде бы вид фабрике написанная фабрико при деревне Буньково, Московской губернии Богородского уезда и медали одна медаль 1903 года вторая 1902 года медали за товар давали на ярмарках значит неплохой для них был действительно товар ну и вот видите что фабрики выглядели довольно скромно хотя на значках на таких знаках изображалось все это достаточно условно но все равно если вы посмотрите Морозовскую марку там целые города фабричные но здесь гораздо скромнее так вот это вот полностью вот это значит письмо так вот интересно что счет выписан на товары производимые этой фабрикой это вот слева счет справа там письмо кому-то от Мироновых значит так счет русскому Андреевскому скиту на Афоне то есть они производили ткани часто тип церковных которые используются для деяния для драпировки ну все такое проще то есть ткани очень ценные и очень дорогие и это вот счет как раз выяснен русскому этому Афонскому монастырю а здесь так сказать письмо и что интересно вот здесь указан адрес разгуляй свой дом номер 34 разгуляй свой дом 34 вообще говоря мы все знаем что в Москве площадь разгуляет там где сливается старая басмана новая басмана немножко пройти и будет уже значит сам собор да так сказать этот знаменитый значит разгуляй 34 но вообще говоря по этой площади точно там такая площадь так сказать имеется на этой площади не значится вообще говоря домов и я долго значит так сказать этим занимался и потом так сказать понял что вообще говоря имеется ввиду скорее всего там подходящий так сказать номер старая басманная 34 так дальше старая басманная 34 ну вот верхние торговые ряды да нынешние так сказать гум где на втором этаже находились конторы всех всех этих всех Мироновых, что говорит о том, что уже, значит, Мироновы были совсем не последние фабриканты в Москве, так сказать и в России. Ну, а это разгуляет. Узнаете, да? Московский инженерно-строительный институт вот это, значит, улица Доброслободская ну, там Доброслободский баня туда дальше, то есть, вот туда они к улице радио так сказать, это переулки а вот здесь, вот перед ним, как раз это, так сказать, площадь вот так подходит улица так подходит улица Старая Басмана, здесь улица Новая Басмана, а туда по-моему, Спартаковская идет, да? до Бамонской, так сказать, улицы ну вот, разобрали. Так вот здесь действительно, фактически на площади но числится не на следующем значит, вот этот, так сказать домик, вот этот домик 34, она сейчас, по-моему, 34 или около того старых, вот интересно, в Москве многих домов уже нету, а это самое значит как-то число нумерация, так сказать, старая на них вот что там написано, кафе нет, кафе, да, кафе на Басманной, так сказать, этого так вот это и есть, так сказать, дом в котором жил помните, Александр Александр Семенович Александр Семенович Миронов со своей женой Еленой Михайловной, по-моему, да? и вот в этом-то доме еще один следующий, так сказать, это тот же, так сказать, вот а вот здесь, смотрите, вот здесь вот в этом доме сейчас находится музей дядьки Пушкина как вас звали? Василия Львовича, да, так сказать Василия Львовича и Пушкина очень интересно так и сам Пушкин где-то родился в районе Басманной да, ну вот теперь считают что на Почтовой, так сказать, улице туда немножко подальше ну, а доска-то и это стоит не на Басманной на Бауманской ну, на этой, как на немецкой улице ну, где-то по крайней мере крещён-то он как раз в это самое вот 34 да, вот 34 так оно, видите, сохранилось несмотря ни на что а говорят, что советская власть я уничтожала вру нет, не, не это дом, так сказать, разный видишь, это вообще чуть не деревянный дом, так сказать он, наличники и всё прочее так вот, вот в этом, так сказать, доме в этом доме у наших с вами земляков, да Миронова неоднократно бывал великий пастырь кронштадтский, да как, так сказать, вот так называют отец Иоанн Сергеев его, так сказать фамилия, так сказать, настоящая но всем мы его называем Иоанном Кронштадтским вот он, так сказать замечательный, так сказать человек, он, быть самый выдающийся из священников предреволюционной, так сказать пары но умерший о многом предупреждавший нас много знавший много понимавший но умерший в тысяче по-моему в 1908 году так вот оказывается что его самыми близкими московскими друзьями уже в московском фабрику была в Бунькове да а жили-то сами как и все как и Морозовы да уже даже и Куприянова частично и Мироновы и многие-многие другие жили в Москве вот эти жили значит на Басманной так сказать улице но вообще вот дата здесь стоит 29 января 1909 года 1909 года ну значит он где-то и умер может быть в 1909 году по-моему где-то он если не восьмом то в 1909 году где-то в эти годы он, так сказать умер а может быть это второй может быть это второй год нет нет а может это не он писал а может и он писал ну не важно я думаю что аналогичные надпись он делал и своим на счете Мировым друзьям когда он приезжал в Москву а приезжал там он неоднократно нажми пожалуйста следующий там будут чьи-то воспоминания некого епископа Арсения я не знаю несколько было епископа Арсения он описывает встречи значит с ним значит и до сих пор это чувство признательности к отцу Игнатию ну там кому-то и всем тем кто способствовал потом моему сближению с отцом Иоанном таковыми между прочим были Александр Семенович и Елена Михайловна Миронова значит вот он приезжал в Москву обязательно где-то служил да и после этого обязательно отправлялся к Мирону а дальше описывается значит что-то у Мироновской происходило они там обедали потом отдыхал принимал людей и все прочее все это было вот в этом домике в котором теперь и об этом пока еще никто не знает кроме меня и нас с вами значит и самое главное было у наших Мироновых а не в каких-нибудь других ну вот здесь это выписка из воспоминаний этого Арсения так дальше все подходим к концу ну вот это какая-то то ли роспись то ли иллюстрация вы знаете что почитание его было значит не только всеобщим но иногда даже и чрезмерным образовалась целая секта с которой даже приходилось бороться самому одновременно он пользовался огромнейшим уважением и в высших кругах и у купечества и у простых людей то есть таких священников видимо не было со времен не знаю кого назвать из самых самых наверное значит наших святых отцов вот сам он стал святым по сути дела его многие почитали еще при жизни и при этом надо сказать как часто бывает церковное начальство его не любило и очень часто насколько он был любим народом вообще широкими слоями населения настолько ему завидовали ставили препятствия и все прочее именно верхушка церкви но люди есть люди даже и пусть они называются церковными деятелями ну вот смотрите какой замечательный портрет какой взгляд какой лик и что это здесь написано а какое еще имеет отношение значит к нашим местам вот кроме того что эти Мироновы наши Мироновы это самые лучшие его друзья в Москве он один раз был на территории Богородского уезда один раз полосина Петровского на лосином заводе вот написано все читайте до 13 октября 96 года значит именно он осветил а полное освещение престола измноженного николаевского храма на лосином заводе тогда назывался лосином заводе это монина ну вот мы когда едем в Москву слева от нас даже немножко мы там что-то таскать видим туда за немножко правее остается значит звездный город вот этот храм который освещал это вот как наверное выглядит сейчас зимой этот никольский храм лосиноцкой петровском ну и вот его таскать икона ему таскать посвященная ну и что можно сказать только как в молитве святой праведной вот чинов Иоанне моли Бога о нас ну будем надеяться что он молит Бога о нас и о России и сейчас ну а это вот замечательный снова возвращаемся кихтинскому храму с чего мы начали замечательное творение Тона и местного архитектора Васильева которым много лет нет все не которым много лет занимался значит занимались украшали украшало семейство Поприяновых ну вот пожалуй все спасибо за внимание дом Продолжение следует...